Приветствую вас! Ну, вы знаете, первое, что хочется вам сказать, это то, чтобы вы обратились к Рашю и прошли полное медицинское обследование, ибо то, что вы описываете, вполне может быть связано с физиологическими причинами и далеко не обязательно сразу увязывать что-то с вами происходит с какой-то психологической причиной. Вот, конечно, психологические причины тоже могут быть, вот, безусловно, но с первого не исключить причины физиологические. Это важно. Да? Дальше. Значит, смотрите. Вы говорите, что пустой, что делаете все на автомате, память ухудшилась, и мысли не идут, продиктивные, их вообще не ощущаю, из-за этого не могу самовыражаться. То есть, по сути, вы описываете состояние без чувств, и, по сути, вы испытываете состояние не думай. Не думай. Это означает, что на протяжении вашей жизни, возможно, ну, возможно, вероятно, в детстве такая ситуация имела место быть, что вам запрещали думать-думать. Вам запрещали мыслить. Вам запрещали чувствовать. То есть, говорили, не думай, не чувствуй, вот, делай только, значит, что тебе говорят, вот, и всё, и будет хорошо. Вот. Ну, вы, собственно, и делали так, как вам говорили. Вот. Вы делали так. До определённого момента всё было хорошо, до определённого аспекта всё было нормально, до определённого, ну, до определённого угла, так сказать. Вот. А потом начались проблемы, серьёзные проблемы. Потому что ваши желания-то они, ну, они не реализовывались никак. Вот. Понимаете? Какая история. История. Вот. Поэтому здесь, вот, когда-то вы приняли такое решение, о нас вот, не думать, не мыслить, не мыслить, не чувствовать, вот, ничего. Вот. Когда-то вы приняли такое решение, и с тех пор этому решению, по-видимому, следуете. Вот. И, соответственно, для того, чтобы ситуация изменилась, вам необходимо, ну, скажем так, изменить твоё решение. Вот. А для этого нужно вспомнить, для этого нужно вспомнить, какие у вас желания. Да? Ну, вообще. Вот. Вообще, какие у вас желания. Чего вы хотели, что для вас было важно, что для вас было ценно. Вот. И тогда. Вот. Всё это, всё это, безусловно, подлежит корректированию. Вот. И, ситуация зависит, на мой взгляд, целиком и полностью от вас, захотите ли вы, ну, что-либо менять. Вот. Заходите ли вы исследовать себя, заходите ли вы изучать себя, изучать свои проблемы. Вот. Заходите ли вы работать над собой. Вот. Можно, в принципе, можно и помочь вам общаться, ну, то есть выстраивать общение на адекватном уровне. Вот. Можно, в принципе, и это тоже сделать. Вот. Но всё это требует работы. Всё требует работы. Вот. Вот. Поэтому тут, конечно, все зависит от вас. Вот. Вот. Вы бы хотите, если. Вот. Ну, помочь можно. Вот. Но, сперва, всё-таки, я рекомендую вам обратиться к... врачу. Да. Вот. И поговорить с врачом. Потому что, кто знает, может быть, ваша проблема, она не связана с психологией. Вот. И в таком случае было бы неправильно работать с вами, да, ну, работать с вами в русле психологического консультирования, да, например. А у вас, тогда как, тогда как, ваша проблема, она совершенно в другом, да, допустим. Вот. Вот. Тут мне кажется, что вот, данный аспект необходим, необходимо вам, ну, понять для себя. Вот. На этом всё. Рано или поздно, если вы, значит, заходите, то рано или поздно вы обратитесь. Всё равно. Вот. Буду рад вам помочь. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Вот. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, мой ответ, я желаю вам всего самого доброго. Вот. И удачи в первенном разрешении данной вашей ситуации.